Сегодня в ДК «Россия» прошла ярмарка учебных мест с высшими и средними образовательными учреждениями, расположенными в Московской, Тульской и Калужской областях. Познакомились более двух тысяч школьников. О правилах поступления и востребованных профессиях узнала и наша съемочная группа. Сварка интересуется? В живом я, видите, это ТИК, полуавтомат, ММА-сварка, лазерное еще не освоено. Многие виды сварок уже знаешь. Егор Любаев сейчас заканчивает девятый класс, но собирается пойти в десятый и одиннадцатый, затем связать свою жизнь с авиацией. Молодого человека интересует устройство самолетов. С профессией он определился после того, как отучился по двухгодичной программе «Путевка в жизнь», на которой изучал автомеханику. Слесарь-автомеханик был, там сварки не было, сварка там уже, если только поступаешь в колледж. Мне было интересно учиться, вот мне колледж дал знания немалые. Много интересного сегодня узнала и Устиня, ученица десятого класса. На профориентационное мероприятие приехали более двух тысяч старшеклассников округа. Будущим абитуриентам было из чего выбрать. Осталось только определиться с учебным заведением и факультетом. Меня, если честно, в принципе интересовала еда, и меня с детства это привлекало. Но, как мне сказали родители, это не перспективно, и идти именно в еду как-то, ну, по-детски, мне сказали. В итоге я узнаю для себя, возможно, мое мнение, я смогу убедить родителей и все-таки поступить, например, на тот же самый повар-кондитер. Основная цель проведения ярмарки – подготовить молодых людей к осознанному выбору профессии, пообщаться вживую с педагогами и профконсультантами, получить информационные буклеты и даже пройти мастер-класс. Я думаю, что я все-таки свяжусь с данной профессией, поскольку мне нравится, в принципе, создавать что-то новое. Я думаю, со временем я все-таки открою свой бизнес, после этого обучение. Судя по работам девушки, учить там достаточно хорошо. Разнообразие профессий, специальности и нюансы при подаче документов, условия проживания и места прохождения практики. В личном общении с представителями вузов и СУЗов ребята получили много полезной информации. У нас лучший колледж города Серпухова, и у нас устраивается обучение по 12 направлениям. Мы приглашаем всех студентов будущих к нам и их ждем. Медики, летчики, инженеры, строители – кем стать? Этим вопросом рано или поздно задается каждый школьник. Взять правильный ориентир к будущим абитуриентам помогает ежегодная ярмарка учебных мест. Это очень важно – выбирать ту профессию, которая по душе, которая по способностям каждого ребенка. В городском округе делается все для того, чтобы абсолютно каждый учащийся в наших образовательных учреждениях нашел свой путь, нашел свою профессию, нашел свою будущую судьбу. Организаторы в одном месте собрали около 50 учебных заведений из Серпухова, Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. И с каждым годом количество вузов и СУЗов, желающих принять участие в ярмарке, увеличивается. Как говорят специалисты по профориентации, спрос рождает предложение. Я всегда говорю, что 8 класс и 10 класс, они очень требовательны к тому, что именно в 11 и в 9 им предстоит выбрать ту профессию, специальность и учебное заведение. Они должны определиться. Сегодня реальная возможность познакомиться со всеми учебными заведениями, где можно учиться, посмотреть основной вариант, запасной вариант. И такую возможность молодые люди сегодня получили на ярмарке учебных мест, которая была организована Центром по профориентации и трудоустройству молодежи при поддержке Комитета по образованию и Управлению молодежной политикой, физической культуры и спорта. Помимо этого, во дворе Дворца культуры России у школьников была возможность познакомиться с техникой и оборудованием специализированных серпуховских предприятий.